Вот. Значит, что нам нужно сделать? Раньше второй этап был to be done, теперь появилось его описание. Описание, описание, вот. Идея заключается вот в чем, что теперь нужно реализовать кластерную конфигурацию. Добавилась куча тестов, эти тесты... Ну, давайте посмотрим, что изменилось реально. Так. Вот у меня есть с первого демо-код, помните, там убогая реализация. Где там был MyApi, все дела. Давайте подмержим сейчас изменения, которые в мастере появились, взглянем на то, что нам приедет. Так. Ну, вы все это делали, в принципе. Вот у нас добавлен upstream, и всем вам пришлось подтянуть изменения. Там менялись тесты. Спасибо всем, кто участвовал в fullrequest-ах. Были фиксы тестов всякие. Это круто. Я не ожидал прямо. Ну, подмержим его. Вот. Тут у нас конфликты возникли. Сделаем так и подмержим. Ах ты, господи. Ну да. Теперь нашу реализацию накатим. Вот. Так. Значит, что здесь? Угу. Значит, kv.dao не поменялось, но в kv-сервисе теперь передается топология. Это список адресов хостов вот такого формата. Ну, в тестах это обычно localhost двоеточие порт. И тесты поднимают несколько нод вашего сервиса на разных портах. Каждые ноди дают координаты всех нод кластера. Ну, в виде сета. Представили, да? Тест поднял там на localhost 8080, 81, 82. И вам фабрику при этом каждому передал все три адреса всех нод, чтобы каждая нода вашего кластера знала про все остальные ноды. И расширился протокол. Мы также обращаемся по пути V0 entity и передаем id. Но еще появился необязательный параметр replicas. в формате число-дробь-число. Идея заключается в том, что клиент решает, какой уровень консистентности он хочет. И когда он выполняет какую-то модифицирующую операцию или читает данные, он указывает, сколько реплик, это ак, из скольки реплик должны подтвердить эту операцию. Ну так, абстрактно звучит, наверное, не очень понятно. Ну, например, если мы делали put и говорили, что хотим получить подтверждение от двух реплик из двух, и нам операция put вернула успех, то при операции get и параметрами реплика с одна реплика из двух мы получим то, что записали. То есть, помните, в прошлом семестре, так, кто там был, мы рассматривали, как устроена кассандра. И там были понятия consistency level. То есть там quorum, две реплики, три реплики. Фактически клиент управляет тем, какой уровень консистентности он желает, насколько эти данные важны для него. Ну, давайте какие-то примеры посмотрим. Ну, во-первых, важная штука, что и параметр replicas, он опционален. Если он не указан, то подразумевается значение quorum из общего числа узлов. То есть, если в вашем кластере три узла, в этом сете, который передается вашей ноде, три узла, то подразумевается, что replicas будет в значении 2 из 3. Если указан, то используем, сколько указано. Ну, для разных размеров кластеров, соответственно, если один узел в кластере, то это один из одного. Если два узла, то два из двух. Потому что quorum 2. Для трех два из трех. Четырех три из четырех. Для пяти два из пяти. Ой, три из пяти. Понятно, да? Здесь рассмотрены различные примеры, вот что можно ожидать. Ну, какие могут исходы быть выполнения операции при разном уровне репликации. Понятно, что если, например, вы сделали put и сказали, что хотите один из двух, а потом делаете get и говорите один из двух, есть вероятность, что вы попадете на ту ноду, которая не участвовала в операции. И вам могут и не вернуть значение, которое вы положили. Но если вы делаете put, например, с два из трех и get с два из трех, вы всегда увидите значение, которое положили. Потому что есть пересечение хотя бы по одному элементу. Ну, поэтому quorum, он популярен в таких подходах. Ну, имеет ли смысл указывать три из трех, когда вы делаете put? Давайте подумаем. Как положить на все ноды? Да. Ну, в чем минусы? Зачем два из трех или три из трех разделять? Почему всегда три из трех не делают? Что? Три из трех надежно. Да, надежно. А минусы какие? Да. Ну, смотрите, два из трех означает, тут вот это надо, это сложный момент, его надо осознать. Два из трех означает, что мы запрос послали всем трем репликам. Но чтобы клиенту сказать окей, достаточно дождаться двух подтверждений, что все успешно. Три из трех тоже означает, что мы запрос отправили всем трем репликам. Но клиенту мы скажем окей, если все три нам скажут окей. Если хотя бы одна из них не ответит, или она вообще сейчас в оффлайне, мы не имеем права клиенту сказать окей, потому что он рассчитывает, что три реплики подтвердили запись. То есть, когда мы используем три из трех, это означает, что наша система переходит в оффлайн, если хотя бы мы одну ноду остановим. Уже не собрать будет нужное число ответов. А если у нас в кластере три ноды, и мы всегда работаем с фактором репликации два из трех, это значит, что у нас система будет продолжать работать с минус одной нодой. Мы всегда соберем нужное число ответов. При этом все будет консистентно. Если там вот что-то непонятно, вы поднимаете руку, спрашиваете. Потому что тесты все это проверяют. Ну, если вы не так поймете, вы не так это заимплементите, и будет трудно разобраться, почему не так работает, и что тесты ожидают. То есть, вот вторая цифра, она говорит, на сколько реплик мы посылаем запрос. А первая говорит, сколько должны подтвердить его выполнение, чтобы клиенту сказать, что все нормально. То есть, если мы делаем два из трех, то мы по передам не записываем вообще три? Да. Но если две ответили, все, мы можем не дожидаться ответа третьей. Может она скажет ок, может ошибка, но неважно, уже два успеха есть. Вот. И если при следующем гейте указан реплика фактор, который не гарантирует пересечение по репликам, то понятно, что мы можем не прочитать что-то. Ну, мы либо можем видеть старую запись. Так, надеюсь, с этим разобрались. Следующая важная штука. А как выбирать реплики? Предположим, у нас в кластере три ноды, а клиент говорит, я вот хочу сделать путь на два из двух. Или на один из одного. Ну, а потом, например, он придет с get. Ну, я вот данные недавно записал, давайте с get сделаем один из одного. Мы же хотим найти тот ключ. То есть, нам нужно реализовать какой-то алгоритм, который по id из запроса выберет нужное число реплик, которые указаны в from. Ну, если в кластере три узла и from три, то мы пишем на все, понятно. А если меньше трех, там два или один, мы должны детерминированно выбирать под множество реплик. При этом, ну, это я даже здесь описал, чтобы никто про это не забыл. Сейчас, сейчас, сейчас. К воруму, так, вот. При этом, когда вы такой алгоритм имплементите, важно реализовать его так, чтобы... Если для большего числа from мы выбрали какие-то метрики, реплики, извините, то для меньшего числа from реплики будут под множеством из тех, что были для большего from. То есть, если мы, например, взяли и записали на... сделали put два из трех, то есть на двух репликах из трех в нашем кластере точно данные есть, а не на дисках где-то. А кластер даже может содержать десять нот. Там сколько угодно, сто нот. Потому что тесты управляют тем, сколько запустилось нот у вас. То, когда мы делаем read два из двух, get два из двух, мы точно эти данные прочитаем. Потому что у вас было три реплики, вот эти две, они являются под множеством из этих трех. И мы точно зацепим реплику, которая содержит данные. Потому что нам две из трех подтвердили их. То есть, ну, короче, доски у нас нет на пальцах. То есть, на одном, на двух из трех данные есть. Если мы читаем две из двух, то мы эти данные увидим. Мы этой парой хотя бы одну реплику зацепим, на которой данные есть. Если мы зацепили одну такую, одну такую, как мы определим на которую? Вот. Это следующий вопрос. Сейчас мы будем разбираться с этим. Вот. Это понятно, да? Если кому непонятно, поднимайте руку. Еще раз попробую объяснить. Значит, вот правильный вопрос вы задали. Мы к нему вернемся еще. Но, чтобы закончить про алгоритмы. Алгоритмов распределения, алгоритмов выбора реплик по какому-то ID среди node-кластера их много. Это, ну, область ресерча довольно старая. Кому интересно вот там матчасть какую-то копнуть, можно пойти в Википедию, почитать, например, статью про консистент хэшинг. Вот мы примеры рассматривали весной, когда про NoSQL говорили. Есть много разных способов это делать. Сегодня мы такой самый простой используем в нашей реализации. Есть еще там рандеву хэширования. Там его Google в статье про Маглив продвигал. В общем, есть разные классные алгоритмы для этого. Суть заключается в том, что нужно реализовать каким-то образом детерминированную функцию, которая дает все ноды в кластере, дают ID и дают количество реплик. И эта функция для ID возвращает набор нод из кластера. Количество нод равно количеству реплик. И она всегда будет возвращать одинаковые ноды. Вот, короче, простая задача, как это сделать. Можно хэшированием по модулю это делать, как самый простой способ. Но есть и другие способы. Может, я сюда ссылку добавлю. Вот, то есть это отдельная часть. Мы ее тоже реализуем сегодня. Но каким-то простым способом. Но это не единственный способ, реально. Есть другие интересные, гораздо более интересные. Так, дальше. Про конфликты. Это еще одна часть, которую здесь нужно реализовать. Потому что, как мы помним, мы делаем не только get и put. У нас еще удаление есть. И удаление — это очень интересная штука. Так, сейчас, get. Наша система предполагает, а тесты проверяют, что мы корректно будем видеть результаты удаления. Например, если мы делаем delete и говорим 2 из 3, то есть две реплики говорят, что они подтвердили удаление. А потом мы делаем get 2 из 3. Мы обязаны, нам обязаны сказать, что эта запись удалена. Даже если на третьей реплике она и лежит, и до нее удаление не доехало. То есть она-то, когда к ней придет get, она скажет, так вот, пожалуйста, значение. Есть еще одна реплика среди наших ответов, которая видела удаление. Вот она должна то, что вторая реплика скажет, загасить. Иначе у вас будут возвращаться все время данные, которые вы удаляете, пока все не подтвердят удаление. Ну, реальную систему так не построить. Здесь есть разные подходы к этому. Но в нашем случае предлагается реализовать по аналогии с Кассандрой подход с тумстоунами. То есть когда нас просят удалить данные, мы данные стираем на диске, но вместо этих данных мы кладем маленький надгробный камушек, который говорит, что данные у нас когда-то были, но они удалены. Если эти данные будут читать, мы координатору, ну, то есть ноде, который обслуживает, собственно, пользовательский запрос, должны сообщить как-то, что данные эти удалены. Не просто у меня их нет, они удалены. Если какой-то другой сосед скажет, а вот эти данные, координатор должен понять, что, ну, тот, у кого эти данные остались, он просто пропустил удаление. Но он в этот момент запрос продолбал, либо выключен был, или еще что-то. Это подразумевает, в свою очередь, что данные нужно уметь упорядочивать во времени. Нужно понимать, какая операция произошла позже. Что вначале вы положили что-то по какому-то ключу, а потом удалили. А могло быть наоборот. Вы положили по ключу, удалили, а потом снова положили. И в первом случае вам должны сказать, что запись удалена. А во втором случае система должна понять, что данные по ключу перезаписали просто. И удаление, оно удалило первую версию данных. Это всем понятно, да? Окей. Ну, и с этого, наверное, стоило начать. Здесь понятно, ну, мне кажется, стало понятно, что каждая нода общается с другими со всеми нодами. То есть вот этот запрос, любой get, put, delete, он может попасть на любую ноду кластера. И она обязана этот запрос обслужить. Ну, если ей удастся собрать нужное число подтверждений. При этом, понятно, она будет общаться с другими нодами кластера. Ну, вот тут уже становится интересней все. Про что еще стоит сказать перед тем, как попытаться это запилить? Давайте попробуем это все запилить. Ну, в каком-то простом виде, понятно. Так, во-первых, вот сейчас у нас есть версия с прошлого демо. Помните, такая простенькая, там у нас файловое хранилище. С которым будут проблемы на третьем этапе. Сразу предупреждаю. Но, с другой стороны, тут все работает. У нас тесты проходят все еще, я надеюсь. Вот мы сейчас подмержили мастер со вторым этапом. На самом деле, там приехало еще штук 40 тестов. Видите, трехнодовый кластер. Ну, это вот неприятные тесты, потому что мы перешли на пятый G-юнит. И тайм-аут у нас не работает. Но, что бы нам сделать? Давайте везде заменим в наших тестах страшную вещь сделаем. Заменим наши тайм-ауты на приемте в тайм-ауты. Так. Так. Ну, то есть там проверяется все, что описано в спеке на самом деле. разные запросы последовательности путов, гетов, пересечения, отсутствия пересечения. Что мы видим? Да, если все тесты посмотреть, то наши старые тесты сингл-нодовые проходят. Это та же реализация, которая была. Ну, только единственное изменилось, потому что мы в фабрику API принимаем теперь топологию. Но мы ее игнорируем здесь просто. Ну, а тесты кластерные, они не проходят. Потому что наши ноды, ну, почти никакие не проходят. Некоторые могут там, на самом деле. Там есть хитрые. Нет, никакие не проходят. Вот. Ну, давайте попробуем сделать так, чтобы хотя бы некоторые из них проходили. В идеале все. Здесь еще важное допущение есть, что если клиент делает запрос, и он попал на какую-то из ваших нод, и он говорит, что я хочу получить один из одного, реплика-фактор, подразумевается, что эта нода в первую очередь будет смотреть, искать данные у себя. Это, на самом деле, такой подхак, чтобы тесты могли проверять, что реально лежит на ноде. Ну, вот это может быть не очевидно, но я надеюсь, вы про это вспомните, когда имплементить будете. А можно уточнить? Да. Все равно ведь мы запрашиваем по ID, а ID определяется в таком месте. Уже у нас на пайсе, и это как-то считается. Давайте попробуем показать. Википедию положили, видимо. Мы попробуем это сейчас заимплементить. Будем брать хэш от ID, возьмем массив всех нод, отсортируем его, возьмем хэш от ID по модулю числа нод и выберем ноды с этого момента, в этом массиве, вот с этого индекса. То есть это некий аналог консистентного хеширования. Сейчас попробуем реализовать это. Но мы, поскольку хэш детерминированный, количество нод в кластере неизменно, всех нод в кластере. Не то, что во from указано, мы используем все ноды. Берем, считаем хэш по модулю от числа нод, мы всегда попадаем в какой-то индекс в этом массиве. Дальше мы от него отсчитываем столько реплик, сколько просит пользователь. И используем. И это позволяет нам для одного ID всегда находить одни и те же реплики, выбирать одни и те же реплики. Если пользователь сказал from равно 3, мы с этого индекса отсчитаем 3 реплики. Но понятно, что это по кругу работает, потому что мы можем до конца массива дойти. Если я сказал 2, то мы отсчитаем 2 реплики, но они являются подмножеством 3 реплик, потому что они по сути по кругу все находятся. В следующий раз доску притащим сюда, попробую порисовать. Но примеры мы рассматривали, и в вики есть картиночки всякие. А можно еще в гугле поискать. Ну вот типа как-то, какая хорошая картинка. Ну вот так. Вот у нас есть какой-то ключ, там строка, мы считаем от нее функцию. Ну это хэш, он в какое-то место в кольце попадает. Реплики выбираем топая дальше по кольцу. То есть это место, куда мы попали, следующая реплика, следующая реплика. Ну сколько нам нужно, столько берем. Так, еще я с прошлого, в прошлый раз, ну не в прошлый, а когда демо было, забыл вам показать классную штуку. что кто-нибудь, так, нет, да. Кто-нибудь таскуран запускал в гряд ли наш? Хоть один человек. Нет? Так и... Да. А как ее останавливает? Что? Как ее останавливает мне аварийность? Аварийно только. Но ресурсы там корректно зачищаются. Собственно, у нас есть класс сервер, в котором есть функция main. Она создает временный каталог, стартует наш сервис на порту 8080. Ну и по сути все блокируется, ну главный тред блокируется, потому что он завершает работу, остальные треды, они не демоны. И мы вешаем shutdown hook, который останавливает наш сервис и закрывает DAO. Ну, кстати, он не чистит файлики. Маленький баг есть. Ну и когда мы посылаем Ctrl-C, то у нас приходит interrupt во все не демоны и срабатывает этот хук, все останавливает, приложение завершается. Ну, как бы для цели отладки удобно. Ну вот, а самое главное, что ведь мы же написали прямо сервис. Вот можно пойти там дернуть и получить HTTP ответ. Это же просто огонь. Можно пойти там и дернуть его курлом и посмотреть, что нам передают. Вот. И, ну, собственно, что наши тесты делают, если кто-то там вообще их не открывал. Просто запилил и заработало все. Ну, так бывает. Ну, наши тесты, они вот дергают HTTP запросы, посылают реально честно. Не какие-то методы по сети идут. Вот видите, ключ не найден. Ключ с именем, то есть значение по ключу key. Но можно туда залить это значение. Можно сказать, что мы хотим сделать, что мы там put делаем. и минус-минус даты. Что-то там. Value, наверное. Так. Нам сказали created. Видите? Можно сделать get. И нам что сделали? Нет, нам не вернули данные. Сейчас какая-то нотация даты. Сейчас main curl. Как там данные передаются? Data. А space? Чего? Дабл дэш. А, date as key. А, собственно, да. Вот так надо делать. Чего? А, вот так. Вот created. И видите, нам вернули value. Ну, можно точно так же пойти и по этому ключу данные удалить. Accepted. Not found. Все круто. Это реальный HTTP сервис работает. Ну, на одной ноде. Вот. Ну, что, давайте попробуем заимплементить это все. С чего пойдем? Можно пойти сверху вниз. И попробовать сначала реализовать, поддержать наши параметры новые, чудесные. Потому что у нас появились параметры replicas. Ну, опциональный параметр replicas. В таком формате. Ну, будем делать все. Как-то по-нормальному. Так, я тут чуть-чуть причесал с прошлого раза. Помните, у нас там был код parsing id. На самом деле, one neo позволяет и покомпактнее все это написать. Поэтому у нас главная функция, главный обработчик entity выглядит теперь так. У нас здесь параметр id. Ну, мы сами проверяем, что он всегда есть. Это обязательный параметр. Ну, а дальше мы в одном из случаев возвращаем нужный респонс. Никаких там send-респонсов, ничего такого. Мы прямо возвращаем. Наш метод возвращает респонс. Ну, немного покороче все стало. Везде одни return, 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 и все. Ну, а в handle default мы на любой запрос говорим betRequest, потому что у нас есть два обработчика для статуса и entity. Ничего другого мы не поддерживаем. Вот теперь в entity у нас появился необязательный параметр. Это параметр replicas. Репликас. Давайте его добавим. Репликас. Назовем репликас. Вот. Он необязательный. И в спеке написано, что если он не указан, то это кворум от общего числа нот в кластере. Как будем его хранить? Давайте сделаем какой-то простой podge, который будет хранить себе эту штуку и уметь парсить себе из него. PrivateStatingClass. Реплика-фактор назовем. Здесь есть какой-нибудь private-final. Okay. Private-final from. Inf. Так. Скажем, что у нас будет конструктор с ними. Сразу, как нормальные люди, мы все засертим. Хотя нет, давайте так. Так. Если ag меньше, ну, меньше 1 — это бред какой-то, да? Или ag больше, или from меньше, чем ag. Ну, какая-то тоже странная фигня, да? А если from… Да, в принципе, и все. From мы не знаем, в чем сравнить, потому что мы не знаем количество реплик в нашем кластере. то тогда какая-то фигня. Вот. Но этот… Мы хотим, чтобы наш реплика-фактор, он умел как-то парситься. And static.rf.from и строки. Так. Ну, что мы можем сделать? Split. Там послышу, на самом деле, да? Так. Это какие-то… Мы ожидаем, что там формат число, слэш число. Окей. Montager value-off. Vs0. Montager value-off. Vs1. Ну, распарсили. Что интересно, написали тупой парсер. Что-то… Ну, тут даже еще… Ну, вам рассказывали, наверное, да, что там кэш интеджеров лежит в стандартной библиотеке спрятанной. Ну, у нас будут маленькие значения, хорошо. Вот. Значит… Вот наш API, он эту топологию игнорирует. Ну, вообще-то мы ее хотим знать, и нам ее передают в ServiceFactory. Здесь теперь появился параметр topology, и это set string. Давайте его передадим нам. Да. Мы его здесь примем. Ну, конечно, not null. Final. Да, нам все равно, что это set. На самом деле, нас интересует, что это коллекция. И там какие-то ноды, и они вот в формате вот в таком. И, на самом деле, наши координаты… Мы сами входим в это множество нод. Там все ноды-кластеры. Давайте… Что мы… Ну, это нам, например, позволяет узнать дефолтный реплика-фактор. Давайте его создадим. FinalRF.DefaultRF. Ну, какой он? Это quorum от числа нод в кластере. Пополам плюс один. Ну, как-то так, да. Половина плюс один. Так. То есть, это дефолтное… дефолтное значение будем использовать, если реплика-фактор не указан. Давайте мы тогда распарсим наши запросы. Скажем, что… Заведем… ref… If replicas равно null… То используем… Думаю, модно можем сделать… ref… Replicas равно null… Тогда у нас дефолт… А иначе мы делаем from replicas… Так. Ну, вот. Чудесно. Мы умеем парсить параметры replicas. Пока не очень умеем его использовать. Кстати, что у нас с тестами? У нас зафейлилось все. 21 тест. 25 прошло уже неплохо. С прошлого раза-то… Да, тайм-ауты… Мик-РФ… Некоторые вообще валятся. Но, если теперь response… Да, тут вот… Интересно. Такой тест есть, который… проверяет кучу bad requests. В частности… Ну, можно догадаться, да… Из названия, что он чекает. Что… Вы… Когда… Парсите параметр replicas… Проверяете, что from не слишком большой. Потому что непонятно, как интерпретировать такой запрос. Ну, кстати, у нас теперь все есть. Мы знаем количество нот в нашем кластере. Ну, у нас есть топология. Давайте, кстати, эти ноды сохраним. Ну, поскольку мы будем упаровываться по оптимизации… Давайте сделаем так. … … А, вот так все. … 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 Ну, теперь мы знаем, сколько у нас нод в кластере. А, на самом деле, теперь мы можем делать круче. Не очень хорошую идея, но быстро зато… … … но тоже бред какой-то так ну чтобы все корректно чекать когда мы парсим наши реплики ну пока их не используем но будем но давайте кстати проверим этот тест пройдет нет но не так быстро но он static нет что-то там править статик ну да нет мы так не можем теперь мы так не можем плохая идея не дотянуться нам из факторе метода она можем делать просто конструктор да еще один но чертова java там вот нельзя вот взять этот код скопировать да и вызвать вот супер ну понимаете почему да да поэтому придется так сделать как-то так еще вот так но есть куча способов это улучшить понятное дело что еще потому что нам зачем нам бокс значение что еще так вот наш рф может быть создан из репликас и в любом исключении будем кидать ошибку но здесь когда мы мы помним когда мы запускаем тест но надо не забывать указывать xmx не прошел у нас mpe на самом прикольно у нас mpe так так да классно тест работает все зависло отпустил тубик рф что там нам делают нам четыре из трех какой-то random value четыре из трех а нп е у нас на чем и нет что мы делали а ой интересно так мы больше не чекаем мы это будем чекать здесь там больше чем на бас тубик Так. Ура, у нас один новый тест прошел. Мы правильно парсим репликас. Ну, точнее, плохие значения репликас. Окей, с этим разобрались. Я-то уже писал о реализации. Могу идти сверху вниз, но будет не очень понятно, почему мы так делаем. Давайте перемещаться рандомно, как происходит в реальных проектах. Помните, что нам нужно разбираться с удалениями, пропущенными. Давайте попробуем это поддержать со стороны нашего файлового сторожа. То есть, когда мы… Помимо удаления есть еще одна проблема, на самом деле. Когда мы перезаписываем ключи, то есть кладем разные значения по одному и тому же ключу, но по времени это разнесено, мы, когда читаем, тоже хотим получить самое свежее значение, правильно ведь? Ну и как нам определять, что является более свежим? Многие, ну некоторые из вас использовали такой же подход хранить ключи в виде файлов. Здесь, в принципе, можем last modified time заюзать. Но многие использовали какие-то сторожи, там fdb, roxdb, еще что-нибудь. Ну, придется делать что-то аналогичное со стороны сторожа, либо через какие-то метаданные сохранять информацию об отметках времени, либо еще что-то придумывать. Если кто-то юзал sqlite или h2, то придется добавить еще одну колоночку, в которой будет храниться время, когда это значение добавили в базу. Ну давайте с файлами относительно просто. Давайте разберемся с абсертами. И давайте сначала с делитов начнем, как с самой извращенной штуки. Помните, наша реализация, она возвращала, ну конструировала имя файла по ключу, примитивным способом совершенно, просто в хекс кодировала. Нам придется завести маркер Tombstone. Давайте в качестве Tombstone использовать файл с таким же именем, но с суффиксом. Delete, например. Ну как это будет выглядеть? Давайте добавим еще один private static, ничего не static, а потому что base. Логично. Добавим еще метод. То есть мы по ключу получаем путь к файлу, который является Tombstone. Ну и при remove, что мы делаем? Мы конструируем Tombstone из ключа и удаляем его. А нет, мы его не удаляем. Мы создаем Tombstone. Create new file. Но он у нас не пройдет, если файл уже удален. Ну, еще раз, что мы хотим сделать при remove? Мы хотим, чтобы данные из диска исчезли, а на их месте появился могильный камень, который говорит, что данные удалили. Чтобы знать, когда данные удалили, мы будем использовать, собственно, last modified time у этого могильного камня. Давайте так и сделаем. Final file Tombstone. Tombstone. Короче, мы ему берем set last modified system current time. Если не смогли, скорее всего, файла этого нет. Тогда мы его создаем. Create new file. Надо что-то кинуть могут. Это тот самый случай, когда у нас метод может кинуть его exception. Но после этого мы гарантируем, что появился Tombstone. Его увидят, когда будут читать, прямо в следующую миллисекунду. Поэтому мы можем создать… Ну, можем удалить файл с нашим значением по ключу. И проверять нам ничего не надо. Вот. Так, все согласны, что так remove работает, наверное? Или что-то здесь не так? Ну, да, здесь что-то не так. Я бы добавил здесь… Если мы не смогли last modified выставить, а еще и создать его не смогли, там что-то не так на диске явно. Вот. А проверку того, что смогли мы удалить файл или нет, в принципе, можно не делать, видимо. Что мы делаем при абсерте? С Tombstone здесь становится немного интереснее все. При абсерте, ну, мы либо перезаписываем файл, если он уже был, ну, либо создается новый файл. И это разруливает метод стандартный files.write. Если там лежал Tombstone, нам нужно его удалить. Иначе в следующий раз, когда мы читаем данные, у нас там будет и Tombstone, и файл с данными. Но мы можем здесь, в принципе, ничего не чекать, мы просто его удаляем. Нас не интересует, был он там или нет. Но если был, мы его удаляем перед тем, как создать файл. Ну, и это будет означать, что… Да, если Tombstone был, он пропадет. Так, с абсертом разобрались. Ну, и остается самое интересное с гетами. Давайте. Если существует Tombstone, то данных типа нет. Да? Ну, и, значит, удалили. Можем прямо вот здесь написать, чтобы нам было понятнее, когда мы там логи будем читать. что когда-то данные по этому ключу были, но потом их пришли и удалили. Дальше мы пытаемся уже поискать сам файл с данными, прочитать его. Если ничего, если самого файла нет, то, значит, по этому ключу вообще никогда не писали. Ну, если данные есть, то мы их возвращаем. Ну, вот, короче, к этому месту мы вернемся. Тут все выглядит тупо, но все не так просто. Ну, пока выглядит логично, да? Ну, смотрите, если мы записали, то мы идем в абсерт. Удаляется Tombstone, которого не было, создается файл. Потом мы удалили. Файл появился Tombstone, файл ушел. Потом мы снова записали. Мы удалили Tombstone, появился файл. То есть тут все будет норм. Если будет такая неприятность, мы хотели что-то записать, а потом что-то пошло не так, и мы не собираем. То есть мы потеряли отметы по удалению, но ничего не писали поверхности. Это очень правильный вопрос. Поэтому, когда мы записываем, лучше сделать вот так. Боже, что это две операции на файловой системе, мы не можем ее сделать это морд. Нет у нас никаких транзакций в файловой системе. Но здесь есть... Ну, собственно, к чему это приведет? У нас может быть гонка между абсертом и геттом. Если мы записали файл, а Tombstone еще не удалили, ну, где-то здесь у нас все сломалось, то мы здесь увидим Tombstone, потому что он еще лежит на диске, и сразу вернем, что данные удалены. Но мы не увидим записанный файл. И действительно, как бы, эта операция до конца не завершилась. Если она успешно пройдет, и мы удалим Tombstone, то здесь мы Tombstone не найдем. Придем сюда, увидим файл, и его вернем. Так, осознали все. Так, здесь есть еще одна штука. Вот видите, мы там выставляем setLastModified. SetLastModified. Как вы думаете, а то тут current time millis. Ну, в общем, миллисекунды — это много или мало? В нашем сервисе вполне можно прийти и, наверное, раз в тысячу перезаписать этот файл за одну миллисекунду и поудалять по пути. Ну, на localhost, если все это запустить, на SSD у кого-то NVMe там. Здесь такая спрятана определенная проблема, но, к счастью, тесты это учитывают, что разрешение таймера, оно такое, не очень. А если кто-то на винде сидит или на маке, вам вообще не повезло, ребята. Там нифига не миллисекунды разрешения. Ну, конечно, это зависит от версии к версии, но... Ну, понятно, почему, да? Имеет смысл делать не очень точно, потому что меньше мы будем писать на диск, когда мы с файлами активно работаем. Ну, вот в Linux миллисекундное разрешение. Хотя, кстати, черт его знает. Наверное, зависит от файловой системы. Ну, тесты там делают слипы, если что. Вот, если у вас на винде будут проблемы с какими-то тестами, то присылайте pull request, если проблема именно в этом. Ну, либо делайте правильно. Можно рядом с каждым файлом, который вы записали, если вы храните файлами, хранить еще один файл с метаданами. Маленький. В котором внутри будет точное время. Ну, вы там берете его, ну, либо тот же current time millis, либо системными средствами еще что-то более точное. Но для текущей реализации нам, в принципе, файлов хватит. Так. Ну, смотрите, здесь есть проблема. Когда мы делаем get, если мы встретили tombstone, мы говорим, что ключа нет. Ну, и если файла нет, мы тоже говорим, что ключа нет. Вообще-то эти две ситуации разные. Потому что та нода, которая обрабатывает пользовательский запрос, она свяжется с репликами нужными, скажет, ну, давайте мне ключ, ну, данные поключу. Ну, они скажут, одна из них, вот в этом случае скажет, у меня данных нет. Вторая в этом случае скажет, у меня данных нет. Ну, что она пользователя скажет? Ну, ладно, окей, здесь она скажет, ни у кого данных нет, зашибись, все нормально. А если одна скажет, что у меня данных нет, потому что их удалили, а вторая скажет, а у меня есть. Ну, то есть мы, вот здесь мы теряем информацию о том, что данные были удалены, и когда они были удалены. давайте тест еще запустим вот учета поддержали вообще 25 проходила так ну еще четыре прошло круто давайте вернемся к нашему серверу и начнем наконец общаться с другими нодами так это убираем вот значит нам пришел запрос какой-то get put или delete мы выяснили сколько должны собрать подтверждение скольки реплик построили рф либо использовали дефолтный так то есть все что мы здесь делаем вот мы обрабатываем три метода нам теперь нужно сделать с учетом количества реплик которые юзер спросил давайте начнем с дэлита как самого простого вынесем наконец это в отдельный метод гэлит гэлит и что мы тут принимаем принимаем какой-то ключ не так интересно строковый иди и реплики с которыми работаем первое что нужно сделать нужно но мы дэлит вызовем здесь давайте перенесем а дэлит вернет респонс первое нам нужно выбрать ноды которым придется послать дэлит так вот нас есть рф там написано а кэфром ну давайте их выберем напишем метод какой-нибудь что репликас сколько реплик ну этот каунт явно не больше количество нот в нашем кластере да хорошо дальше возьмем индекс которого будем перебирать наши реплики ну как мы его посчитаем реплики мы считаем для по иди нашему то есть мы можем у него хэш код взять какой-нибудь ну так то дальше тест на внимательность ну вот это будет наша первая реплика ну давайте результат какой-нибудь людям что каунт на каунт ну ну и мы заполняем наш результат что первый пойдет реплика реплика из реплика и потом и равно и плюс один по модулю на стену так и каунт то есть нас просят для этого ключа вернуть указанное количество реплик мы считаем хэш от ключа по модулю числа реплик выбираем индекс массиве от него нужно количество реплик копируем результат ну возможно пересекая границу массива что здесь не так в этом коде есть баг так и что с ним хэш код то что с ним не так он да он крутой хэш код ну да да ну вообще на самом деле это правильное указание он возвращает int и вполне себе хэш код это бывает отрицательным а знак операции по модулю в джаве от чего зависит никто этого никогда не помнит в общем правильно сделать будет так что-то у нас максовой то есть старший битик обнулим у нас будет положительное число и модуль точно будет положить так кому непонятно как работает этот метод реплика так кей еще раз берем считаем хэш от айди смотрим в какой элемент попали и от него берем нужное количество реплик но реплик больше чем числа нот быть не может окей вот и наш метод делит выясняем с кем мы будем общаться наша иди рф чего вот этим репликам мы должны послать били да но мы можем быть одной из них наверное мы здесь можно оптимизнуть давайте нас сначала найдем среди топологии которые нам передают как нам найти себя среди множества этих нот так думаем вот есть у нас ноды есть массив строк это все ноды в кластере вот наша нода одна из этих нод так как там найти индекс своей ноды ну ладно все расслабились вечером уже так значит ищем ноду наверное она будет оканчиваться на наш порт ну и мы нам обязаны быть поэтому мы делаем что find first и get несмотря на все здесь мы делаем делаем пассивным так ну поскольку строки немутабельные в джаве как вы знаете нам вернут один из элементов этого массива и когда мы построили реплики это де реплика с мы возвращаем эти массив строк это те же объекты которые были в ноды с мы можем легко проверить входим ли мы в список реплик или нет сейчас надо подумать подумать давайте пока не будем это делать пробуем проще посмотрим какие тесты у нас не пройдут окей нам нужно собрать известное число аков а именно столько ну мы до нагрузочного тестирования еще не дошли поэтому поэтому будем делать все в нашем потоке в котором мы обрабатываем запрос ну давайте делать так для каждой ноды если это ноды то мы сами то мы нам достаточно сходить дал правильно remove но нам дал может вернуть ошибку эту ошибку мы что-нибудь сделаем там залагируем нормальные люди залагируют мы в стдр просто зафигачим ну и здесь у нас успех да поэтому мы можем сказать что операция давайте вот так сделаем вот счетчик успешных аков мы молодцы смогли локально записать значит так у нас есть один круто а если нам нужно попросить попросить удаленную ноду то есть это не мы нам нужно сходить по сети как это сделать ну у нас тесты ходят вообще в степи интерфейс наш используют для этого чудесную библиотечку apache fluent что будем не только в тестах ее использовать ну как тесты это делают они там посылают какой-нибудь дилит запрос вот таким образом давайте так же пошлем так идет в мэпе то есть это нода это не мы нам реально нужно топать по сети и просить ее удалить данные сейчас ну для этого надо сконструировать еще url потому что сама нода это localhost 2.0 порт как мы помним поэтому мы из ноды и айдишника должны сформировать правильный путь на который мы пошлем дарит реквест на эту ноду все это довольно тривиально степи у нас по моему по спеке входит в да и степи входит то есть добавляем просто путь ну да плюс что там в 0 айди равно зашибись так реквест что-то не понравилось то реквест дали давайте так еще другой реквест что-ли понятно мы же в one new url ну собственно нода и айди делаем экзекьют он что-то она может бросить и но в случае успеха она вернет ответ так но вполне да он с реквесты звонил закрашивался с реквестом из пачок библиотеки поэтому есть отече импортозамещению короче с клиентом сейчас посмотрим и клиент о нет скале есть и в котлине вроде да в джаве о делит есть круто вообще да точно в баню его ну давайте попробуем с нашим так это в тесты откатим возьмем наш ну значит этот http клиент он он хитрый как и весь one new под ним скрывается пул соединения это довольно навороченная и быстрая штука поэтому давайте сейчас он понимает connection string можно создать его из да можем сразу создать connection string ага окей давайте сделаем мапу из всех нод в http клиента для этих нод финал стринг ага господи давай давай идеюшка так ну задаем ее и шесть мы можем упороться так и размера она у нас нодес ну для нас нам не нужен клиент правильно а из ну вот это теперь муторная инициализация если нода не я то ну если вы баги увидите поговорить я думаю здесь разложено ровным условием везде вообще степи клиент которому нужно передать что connection string который создать как как то так наверное connection string ноды вот ну connection string это какая-то штука которая что это такое видимо это протокол хост и путь что с ним можно делать expand routing address to string порт путь то есть она содержит в себе хост и путь в принципе то что нам надо давайте сделаем тогда еще веселее чтобы заниматься сделаем так может только сюда ходить будем в каждой ноде окей возвращаемся к нашему чудесную методу delete если мы это мы ну ладно будет equals все равно вначале что делает проверяет норовенство то ищем в своем дау если мы должны ходить сходить другую ноду то мы берем клиенты для этой ноды делаем запрос delete зачем здесь URI так как это связано с connection string create request метод delete URI и что request то есть путь из connection string не используется не будем его добавлять просто ноды и хост так мы значит топаем по этому пути и получаем в ответ видимо request response да вот у нас есть response от той ноды что он возвращает delete есть и response статус статус line статус равно что там степень get delete 202 то значит нода у себя удалила так значит мы получили еще одинако ну если нет то нормальные люди это залагируют мы не будем потому что у нас не на 25 баллов реализации так вот мы другим нодом послали delete окей ну теперь осталось только сверить сколько нам аков удалось собрать если число аков больше или равно тому что просил пользователь то очевидно это успех и при delete в таком случае мы также возвращаем на 202 так а если недостаточно аков собрали то возвращаем какой-то странный код 504 а давайте посмотрим что это такое может там есть у него константы 504 get wait i'm out ну окей так ну вот мы каким-то образом delete реализовали я не уверен что это работает да а мы же теперь убрали из compile time зависимости все еще так что delete и что он хочет а handled exceptions ну на самом деле ну еще раз что мы делаем в делите мы выбираем нужное число реплик мы обходим каждую реплику если это мы то просто обращаемся к дау и засчитываем ок если не мы то мы делаем сетевой запрос если нам ответить успехом то мы получили нужный ок если мы даст набрали достаточное число аков пользователи можем скажем сказать все ок если не собрали то не ок видите здесь кстати интересная штука есть что наш сторож например переполнил все и он больше не пишет а реплики пишут если мы наберем достаточное число аков это нормально то есть мы просто как здесь координатор у нас сторож отказал но система работает дальше давайте ну применим супер мега паттерн называется чик кажется что абсерт будет выглядеть похожим образом ну так вычтем себе пять баллов да абсерт что вставляем ну уже напрашивается да на самом деле что здесь общее в этих методах вполне можно какую-то лямбочку передать но к сожалению тут немножко разные коды возврата будут все время в общем ну что здесь все работает так же если это мы то мы к себе вставляем данные считая маки посылаем пут пут кстати пут body умеет передавать это просто идеально если пут сказал что там 201 да то все отлично и мы возвращаем крейт да абсерт готов да стыдно конечно но если будет время в конце паре факторе ну остался get 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 он уникален get на самом деле интересен интересен вот мы должны послать запросы всем нодом ну rf from нодом и они нам что-то могут вернуть что делать если они вернут разные какие идеи какие идеи да но вот смотрите я делаю get по ключу в своем дау я получил что асив байт делаю get запрос на ноды кстати тут какая-то фигня мы же забыли передать параметр наш чувствуете силу китайского кода что мы сейчас сделаем мы везде это добавим то есть сейчас у нас есть три бага в трех местах никогда так не делайте только если это грязный хак как сейчас вот что что делать в пути блин мы еще и выл истер да тут надо вылью да и здесь еще баг есть три раза причем ну как вы думаете в чем баг ну смотрите вот например мы сделали delete получили список нод каждый направили запрос delete для этого id да это нода получит delete такая так надо этим ребятам сказать что удалить то надо пошлет запрос каждый из них так те то не знают наверное что будем делать что отвечать а как один из одного один из одного один из одного вариант давайте пока сделаем давайте пока сделаем проще на самом деле вот эта спека она не запрещает добавлять свои параметры до до но пока мы знаем что по спеке возможны два параметра только давайте Господи, что по спеке-то? Давайте мы сделаем так. И в наши запросы, которые мы отправляем другим репликам, мы будем выставлять этот заголовок. Заголовок будет говорить о том, что это внутренние запросы, его не нужно дальше проксировать. То есть он уже идет от координатора, на него ожидается только прямой ответ. Придется, ну, во-первых, нужно этот заголовок доставать, ох, request.getHeaders. Что? ProxyHeaders. Ну, это означает, что нам прислали запрос от proxy. И этот признак нужно передавать во все наши методы, которые мы сделали что? Раскопировали. И если, если это, господи, если это proxy-запрос, то вот это все делать не нужно. Давайте тут немножко по-рефакторим. Если proxy или... Что там у нас? Erase contains. Есть там какой-нибудь? Erase index. Что там? Подождите. А, binary search у нас есть. Помните? А, у нас нет сортированных здесь нефига. Ну, ладно, нод у нас мало. Нод мало. Что я хочу сделать, на самом деле? Я хочу, чтобы коды было поменьше. Erase index.nodes.contains.me Короче, ладно, сделаем тупо. Что мы делаем? Мы удаляем просто. То есть это удаление из DAO. Да, у нас там и так все одну строчку это занимает. DAO remove. Короче, DAO remove. И вышли отсюда. И это не нужно. Return. Что? Возвращаем response какой-то. Блин, а DAO remove опять может ошибку кинуть? О, господи. New response. Accepted. Empty. В случае ошибки. То, что мы делали раньше. Что мы делали раньше? На самом деле вот это вот мы делали. А, подождите. Ну да. То есть мы обрабатываем delete. Если у нас от проксированный запрос, то мы должны только на DAO его отработать. И все. Если запрос от пользователя, то перебираем ноды, ходим к ним по сети и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все. Ну и попутно, когда речь доходит до нас, то делаем это. Итак, для абсертов. Давайте еще скопируем. Так, следим. Следим. Какая-то куча кода. Так, что бы нам вынести? Response, getStatus, userRequest. И в прокси. Отличаются они у нас вот этой операцией, кодом возврата. И вот этой операцией. И проверкой. Ой. Accepted. Чего? А, понятно. Ладно, потом по рефакторим. Так. Мы делаем абсерд. Делаем абсерд. Абсерд. Там у нас value будет. Это вот опять все. Что у нас? Абсерд. А, кстати, это вниз. Ту-ду-ту-ду-ду. Ну и тогда мы поправим и здесь. Чувствуете, какой-то стой копировать код. Так, мы делаем абсерд. Мы делаем value. Created. Берем реплики. Если наша реплика, то мы абсерд делаем. Value. Есть один акк. Если не наша, то мы делаем абсерд. Что? А, put. Value. Если created. Есть акк. Если набрали нормальный акк, то create. Что-то такое, да? Делит и абсерд у нас работают. Наверное. Вот еще остался и get. Вот get там та же петрушка. Только... А, кстати, где там баг? Помните? Там же баг еще есть. Где баг? Баг. Мы же забыли заголовок-то выставить. Наш любимый прокси-хидр какой-нибудь. Вот такой. Интересно, как они обрабатываются. Создаем request. Что с ними делают? Как круто. Никаких двоеточий, ничего такого. То есть здесь ожидается, на самом деле, строчка. Не имя-значение, а... Интересно, когда мы получаем заголовок. Как интересно. Так, get. Где мы получаем? Вот. Get header делаем. Бла-бла-бла. Hidr count. Region matches. А, то есть проверяется, что заголовок начинается на эту строчку. Никаких двоеточий. Воспользуемся этой возможностью. Так, и, соответственно, в делитах нам нужно, когда мы делаем запросы к соседям, нужно этот header указать. Да и в абсертах тоже. Так, и в гетах. Но сначала скопируем прокси. Ой. Так, абсерт. Скопируем. А, подождите, нам delete больше похож. Так. Так, и гет нам не нужен теперь, он кривой. Вот, и когда у нас режим прокси, понятно, что то, что мы достали из нашего сториджа, это и есть то, что нам нужно вернуть. New response. Ок. Вот наши чудесные данные. А вот когда мы пошли к другим репликам, тут вот надо что-то делать. Кто-то из них нам скажет, что данных нет. Кто-то скажет, что данные есть, и они одного вида. Другие скажут, что данные есть, и они другого вида. И что нам делать в таких случаях? По кучкам собирать. Что? Надо по кучкам собирать, и пытаться набрать. Но если они просто разные, вот есть три версии данных. Если каких-то наберем, нужное количество, значит, все равно. Нужное, окей, смотрите. Что? На что посмотреть? Ну вот, мы, например, делаем два из трех. Запросы мы посылаем всем трем. Один говорит, я удалил, другой говорит, значение А, третий говорит, значение Б. Что пользователю вернем? Так, окей, последнее. А как нам передать? Да. Ну, по логике, да, действительно, нам нужно каким-то образом передать, по сути, время изменения. Давайте просто передавайте. Что? Просто передавайте, но вопрос. Ну, в ответе, скорее. Да. Ну, действительно, давайте так попробуем сделать. А с удалениями нам что делать? Мы сейчас, наш дау чудесный, он в случае отсутствия значения возвращает новость в сочи элемент exception. И времени удаления мы не знаем. Ну, какие-нибудь идеи. Как это? Что делать-то? Ну, туда в exception записать. В exception записать? В exception. Время. А потом строчку достать, распарить. Так, это следующий уровень уже после китайского. Нет, так можно? Там создали свой свой. Да, можно. Но, блин, exception какая-то тяжелая штука довольно. Может, у вас нету принимать, да, он может быть, пойти и возвращать в следующий уровень? Да. Ну, наверное, это чем-то похоже, но более правильно. Давайте так попробуем сделать. Сейчас, absurd. id, value. rfproxy. Ну, можно было бы и в исключении, я согласен, да. Ну, можно создать свой тип исключения, добавить к нему поле, ну, и там протаскивать инфу, в общем. Просто если исключение — это все-таки что-то тяжеловесное, кинуть исключения, там больше, ну, миллиона исключений в секунду у вас JVM может и не потянуть, потому что каждый раз у нас так трейсы будет строить, заполнять это все. Это можно выключить, но вы удивитесь, как это непросто. Поэтому кажется, что можно просто возвращать метаданные, которые содержат больше инфы, помимо данных самих. Что у нас делает? get.rfproxy. Ну, собственно, в нашем корневом маршрутизирующем методе мы сейчас определяем, от прокси или нет, достаем реплики, дергаем один из методов. Ну, как улучшение, наверное, стоит сделать не такой трэш, который я написал, а вот это достойно отдельного маленького метода. То есть это просто обращение к нашему DAO. Это же обращение мы можем использовать здесь. Ну, возможно, это все можно в лямбду зафигачить, но придется вот еще коды проверять. Пут два из трех. Один из трех. Если все ноды работают, то следующий пут, он перезапишет на все три ноды это значение. Потому что из трех означает, что он попытается всем послать. Да. Но и здесь мы, видите, мы сначала ко всем обращаемся, собираем акнолоджи, а потом смотрим, набрали или нет. Мы не прерываемся, как только мы набрали. Потому что пользователь говорит, что я, в принципе, хотел бы три реплики. Но верните мне успех, когда не меньше двух вы гарантируете. То есть он готов заплатить за три реплики данных. Так. Окей. Давайте с гетами разбираться. Видите, все не так просто оказалось. Собственно, наши дау... Наш... Классно копировать код, да? Ну, как бы да, мы здесь остановились. Ну, пойдем в наш дау. Нам нужно не только массив байт. Нам нужно нечто с инфой. Ну, давайте поменяем его. Добавим суперкласс value. У нее будет данные, отметка времени и какое-нибудь состояние. Что такое состояние? Это у нас будет намчик, который говорит, что либо у нас данные есть, либо данные были удалены, либо их никогда мы не видели. Ну, есть еще идеи какие-то? То есть absent, это значит, что на диске ни tombstone, ни ключа, ничего нет. Remove, это значит, мы нашли tombstone. А present, это значит, что есть... Tombstone нет, а данные есть. Давайте сделаем конструктор, который все это принимает. Только чтобы пользователь не напихал вам всякой фигни, закроем его. Сделаем ряд фабричных методов. Value present. То есть у нас есть данные, они не null. И у этих данных обязана быть отметка времени. То есть когда-то они появились. Это данные, которые мы читаем с диска, ну, из нашего сторожа. Мы их возвращаем, и у них состояние такое. Вот здесь у нас внутри, на самом деле, данных может... Ну, в остальных случаях, кроме present, данных нет. То есть это данные с метаданными. Так, здесь ничего не надо. Ну, и state у нас всегда есть. Так, ну, еще один метод. Когда данные удалили. Здесь нам нужен только timestamp, правильно? null timestamp state removed. То есть это тот случай, когда мы нашли tombstone с каким-то timestampом. Ну, и, наконец, мы ничего не нашли. эпсент. Ну, что нам возвращать в качестве эпсент? Давайте мы идем к константу. Там все null, timestamp нет, state absent. Так. Ну, хорошо бы еще, кстати, гетро добавить, наверное, для нашего state. Ну, вообще, для всего, наверное. Ну, вот это стрёмное место, когда мы массивчик байт и пользователю возвращаем. Лучше кишочками не светить тут, но ладно. Так. Ну, это тот случай, когда нам придется поменять интерфейс geto. Ну, конечно, у нас везде поломалось совместимое сразу. Ну, и нужно проверять вообще, что нам вернули. Data. Да, он, get. А что убрать можно? Может, проще, ну, добавить метод, который в случае remove, либо present возвращается, а в случае absent, как мы вернем timestamp этот? В чем? Не, а как мы его вернем? Нас сейчас возвращает метод geto массив байт. Да. А что? Да, но мы не сможем туда сделать это атомарно, потому что это будет два вызова метода, два обращения к файлу. Тесты будут проходить для DAO? Да, потому что тесты... Здесь нет тестов на DAO. По-моему, есть. А, KVDAO тест. Подождите. да да не будем менять интерфейс мы будем мы сделаем веселее но это же наши две фабрики да ну то есть мы там возвращаем наши кастомные реализации до и сервиса и нашу реализацию до передается наш сервис конструкторе значит мы что можем сделать к остановить правильно ну давайте добавим наш дау просто нужный метод у нас есть просто get а мы добавим метод package правит какой-нибудь value value так internal get по нашему ключу ну эта штука она возвращает нам данные сметой наружу мы не светим эта фича реализации так здесь она всегда вернет одно из значений никаких исключений но если там ошибок с диском нет есть а существует тумб стол ну то все возвращаем value примут и и стон дед вас там где-то что-то навернет нет так где файд чего нет такого сет модифайт есть свят вас модифайт или last модифайт вас модифайт 0 если файл не существует окей если вас модифайт больше нуля ночи у нас существует тумб стоун а на самом деле что вообще все было то марта вот так там стенд стон у вас модифайт если там стенд больше нуля то файл удален и мы знаем когда так дальше мы берем файл если он существует то мы строим value и мы говорим что файл существует вот его данные и вот тогда он создан если файла нет то мы говорим что то есть у нас есть метод internal get который всегда возвращает одно из значений это мы используем здесь value value но internal get if value state равно state present ой это что тут не паблик так этот value он должен жить здесь явно это наша чисто внутренняя штука более того это еще все пока справится и это так так если у нас present то мы знаем что вернуть мы возвращаем собственно данные а в противном случае мы кидаем no such element exception вот а get data мы сделаем так что он всегда возвращает not null а вот если данные равны нулю null то пользователь какую-то фигню творит он значит не проверил наше состояние и пытается вытянуть данные ну это какая-то фигня так ну что у нас есть internal get как нам теперь его заюзать ну вы понимаете я раскопировал эти методы чтобы вот стало очевидно насколько тяжело три копии методов поддерживать не надо так делать здесь у нас есть дао но мы знаем что фабрика под нашим контролем на самом деле здесь будет файл дао и вот там есть нужный метод круто да и вот его то мы используем сделаем мы так мы пользуемся internal get там получаем value ну и вот этот value нужно правильно передать через response понятно что тело мы давайте да давайте посмотрим что же мы в итоге достали если у нас нормальные данные то мы их передаем но дописываем в header каким-то образом нужно засунуть что-то в header и можно она можно добавить заголовок отлично мы засунем туда timestamp ой timestamp response result не создали. Нельзя в конструкторе ему передать, поэтому придется делать так. result add header timestamp plus data get timestamp. Ну, это все можно вернуть. То есть, если у нас данные есть, мы вернем сами данные в качестве тела. И добавим в timestamp заголовок. Ну и мы понимаем на координаторе, что если нам вернули 200, там будут данные, мы можем понять, насколько они свежие, используя этот заголовок. И возвращаем заголовок мы только прокси, клиент ничего не увидит. То есть, только когда прокси, мы вернем этот заголовок. дальше. Да. Если нам попросили два из трех, и мы получили один... 1-1-1 или один из трех, и по-разному. Какие получили еще раз? Выборки начинали с того, что один, одна из трех, и все было с двух оризонов, две другие, и разные там. И на что хотели два из трех? Мы считаем, что все не проводилось? Нет, нам ответили. В этот момент мы должны взять вот все данные, которые мы получили, и разрулить конфликты между ними. Отсутствие акк – это значит, что одна из реплик вообще ничего не вернула. Это не значит, что там нет конфликта. На самом деле, в этой системе супер извращенные конфликты могут быть. Если вот правильно устроить гоночку, там, одновременно путы наслать на несколько реплик, и они запишут их в разном... Ну, первое, например, одновременно писать по одному ключу, но требовать два акка для каждой записи. Послать эти два запроса на разные ноды. Они пойдут на реплики. Могут прийти в разном порядке. Они запишут на диск со своими таймстемпами. И в итоге окажется, что одна реплика считает, что одна запись была раньше, вторая реплика считает, что другая запись была раньше. Потому что когда мы собирали вот эти акки, мы в разном порядке подали на них запросы. Короче, блин, тут без фломузика, конечно. Кстати, в этом коде... Я не уверен, что так будет, но можно написать, в принципе, реализацию, которая тесты пройдет. Но, представьте, у нас есть три реплики, и для одного ключа две из них должны хранить этот ключ, если мы делаем что-то там из двух. И мы берем одновременно, вот в один момент времени, прямо на каждую из них посылаем запросы. А давай-ка этот ключ сейчас поменяем. И она знает, каждый из них знает, что она одна из реплик, и вторая должна подтвердить. Но поскольку она первая, она в первую очередь делает запрос локально, значение пишет, одновременно с этим вторая делает то же самое, с тем же таймстемпом. А потом они друг другу посылают и говорят, теперь ты запиши. Ну и они пишут с более поздним таймстемпом, потому что, ну, по сети там миллисекунду прошло. Потом приходит доблестный пользователь и читает с первой два из двух. Он говорит, да вот у меня самое свежее, разрулило, короче, значение А. Читается второе, он говорит, самое свежее, Б. Читаешь опять с первой А. Потому что на диске они лежат с разными таймстемпами. Ну, их писали одновременно. Если мы делаем простую процедуру, которая выбирает по таймстемпам, как, например, Кассандр делает, она берет, ну, самое большое значение, считает, что она самая свежая. Если мы получили три ответа, и у них разные таймстемпы, берем самая свежая, это же самая правильная, наверное. Вот. Ну, это как раз разбирается у этого чувачка. Что тут? О, господи. Офир. Кассандра. Да. Да. Короче, можно вот взять эту статейку, она довольно старая, и вот почитать, как он мучил Кассандру и устраивал разные конфликты, и рассказывал, что тут немножечко неправду говорят документации в маркетинговых материалах. Вот, ну ладно, это отдельная тема, это, наверное, не очень корректно сейчас говорить. Там не только Кассандре досталось, но это было в ссылках. Ну, ссылка на его блог есть в первой презентации нашей. В общем, на самом деле есть такая проблема, и разруливание конфликтов по таймстемпам – это самое тупое, что можно сделать, и самое убогое просто. Там есть куча штук, которые не разруливаются. Следующий вариант, который у нас есть, кстати, в бонусных заданиях – это не таймстемп передавать, а векторные часы, например. И они позволят, ну, если кто помнит весенний курс, векторные часы позволят сказать, что одна запись точно позже другой произошла, либо они скажут, это нельзя гарантировать. И вот векторные часы в такой ситуации, когда две ноды, ну, одновременно модифицировали одну запись, они позволят сказать, мы не можем это гарантировать. Нельзя просто тупо взять, выбрать одну вместо другой. С таймстемпами ничего нельзя сказать, вам число какое-то пришло, ну, что можно сделать, честно, сравнить их. Потом решить, что вот здесь больше, значит, лучше. Ну, короче, не всегда это так. Но тесты рассчитаны на простую реализацию, потому что понятно, что векторные часы – это все-таки усложнение такое. Но если кто-то выберет, можно потом попробовать сделать. Значит, смотрите, что у нас… Сейчас мы занимаемся гетами, мы считаем, что остальное реализовано, там, скорее всего, баги, мы их выявим. В гетах мы в случае проксирования возвращаем данные и таймстемп. Если данных нет, то есть если данные removed, то… Мы должны поступить так же. Только мы говорим, что эти данные… О, господи. Вот это крутая джавовская фича, что это один скул. Мы строим респонс, в котором говорим… Что мы можем сказать? Ну, not found, наверное. Но при этом у нас есть таймстемп. Ну, для координатора запросов это будет признак того, что данные удалены. Потому что у нас их нет, но мы знаем, до какого момента они были. А если данные absent, то… Мы просто возвращаем респонс, что данных нет. Кстати, здесь у нас ошибка. Чего молчить это? Ну, и никаких заголовков не будет. Понятно, что это можно закодировать иначе. И нормальные люди, они бы использовали другие коды. То есть можно сказать там, что данные… Что они там? Moved. Что им будет там, permanently. Или свой код завести, или еще что-то. Ну, потому что здесь что-то такая… Хилая конструкция на наличии какого-то заголовка. Но работать будет. Так вот, если мы говорим, что данные не найдены и не знаем, с какого момента они не найдены, то, значит, в принципе, у нас на дисках ничего нет совершенно. Что здесь еще не так? Ну, вроде норм. Вот. Ну, и здесь мы можем этим воспользоваться, наконец. Вот мы ищем данные в нашем DAO. Давайте воспользуемся internal get-ом. Будем собирать ответы реально от всех нод. Что устанавливать? Да. Ну, это обязательная штука тут. Ну, то есть, например, ну, типичная ситуация. Вы делаете… У вас три ноды в кластере, вы пишете на две, и оно записалось. На самом деле, тесты хитрые. Они иногда ваши ноды опускают, чтобы им пропустили запись, а потом поднимают. Ну, они проверяют вот поведение системы, когда пропущены какие-то запросы. Вот, мы сделали запись на две из трёх, но третья была опущена. Нет, давайте веселее. Мы сделали запись на 2 из 3, записалась на три, всё колып. Потом третья что-то пропала куда-то. Сделали запись на две из трёх, по тому же ключу перезаписали. Перезаписали на двух. Но третья была в оффлайне. Потом она поднялась, ну, и делали чтение два из трёх. Вот. Мы должны вернуть самую свежую запись. ну восстановление это бонус да потому что нового становления по нормальному если делать это вы обнаружили конфликт выяснили какую ноду надо чинить нужно чинить и большой вопрос сделать ли это в рамках текущего запроса потому что вообще клиент хочет побыстрее ответ получить то есть по правильному там какой-то экзекьютор завести ли пульчик задачу заполнить туда и там что-то послать ну в принципе это бонусная фича тестами не при не проверяется что конфликтовый все поняли о чем речь окей кто не понял что там нода у которой тухляк и можно послать свежак чтобы она починилась что этот процесс он как раз не такой тривиальный когда ей прислали свежак она должна на диске проверить нет ли там еще более свежего и файлики в таком случае желательно создавать атомарно но файл можно создать атомарно для этого примите в джаве есть то есть создать если его не существует если вам удалось его создать то значит вы первый но и вы можете туда свое значение записать если по сути параллельно идет гонка и более свежее пришло то стоит перепроверить что там на диске оказалось ну короче вам прислали скале чинитесь вы пытаетесь тамарным создать хобана и видите что кто-то уже это значение создал значит возможно чиниться уже не надо так значит мы собираемся разруливать конфликты как это делать для начала надо собрать все значения которые мы будем разруливать responses new что там любимый рейлист ref from ну у нас их столько может быть мы добавил ну тоже надо добавляем сюда что то есть мы берем наше значение из нашего сторожа ну и вообще по уму надо сконструировать value из ответа удаленной стороны но вы видите ошибку здесь да на самом деле не только 202 и так любой ответ и так главное что не тайм-аут любой ответ и так мы получили респонс из этого респонса вообще-то теперь надо был ее установить то есть учетом той логики есть заголовок нет какой код мы должны построить нужный value value from now final response response if response status равно 200 то value present value present response get body response get header time stamp его что делать get header убирает ли substring key-length чик-чик-чик regen matches да он нам обрежет ключ слава богу поэтому можем делать интеджер парсинт а у нас там long парс так это если нам вернули нормальное значение и понятно что вот это все используется только при внутренних запросах с фоксированием давайте даже сделаем так этот гид хидр он нам возвращает на у если он не нашел этот заголовок ну для 200 это невозможно но не должно такого быть мы внутри обращаемся к ноде обязаны вернуть time stamp так дальше если у нас статус чё там 404 то если у нас time stamp null то значит ноды такой не было так противном случае это нода удалена и мы делаем ту же петрушку парстонг то есть значение value мы запихиваем в тело в статус и в заголовок и умеем из тело статус и заголовка его восстанавливать и когда мы опрашиваем удаленные ноды мы то что достали запихиваем в наши ответы это responses да что ж такое то from response так 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 вот что у нас не работает еще что чего где а если мы получали какую-то другую фигню если что мы могли получить 200 мы делаем короче какая-то unexpected фигня мы добавляем сюда процессить мы это умеем все круто так окей мы уже близки к завершению мы находимся на этом этапе мы либо не набрали достаточное число аков то есть кто-то тайма учился вообще ничем не ответил ну тогда понятно мы клиенту говорим фиг знает что там происходит то есть мы например путы представляете мы делаем путы мы разослали их всем клиент говорит я хочу столько таков но мы собрать их не смогли потому что нода тайма утились но те кто получили запрос они то его сделали а те кто тайма учились то что они сделали вообще фиг знает может они его распарсили и сломались может они нам назад почему-то ответ засунуть не могут может на диске зависли или еще что то на самом деле часто в сторожах это обходит стороной какое поведение будет у системы если вот не доделали запрос ну и например случай когда делать путь 2 из 3 и вам говорят фейл этом вполне себе может означать что на одну ноду записали когда вы будете потом читать с 2 из 3 вы вполне можете получить значение записаны потому что если это значение попадет в две реплики ну и кто-то увидит хотя бы он видит по таймс темпом что он довольно свежие подтянет его если запилить репейр еще и починит ну и в кассандре той же есть такой трюк когда чтобы починить кластер можно взять какую табличку взяли след след звездочка from из этой таблички выставить консистенции level all и не спеша чук-чук-чук курсором идти по табличке при этом все ноды будут сравнивать свои данные чиниться если хотя бы на одной есть новое значение она распространится на все остальные здесь ну и в конце этой итерации вы гарантируете что у вас вообще все сходится все реплики они одинаковые но как бы все это может зафейлиться просто пока вы чухаете по этой табличке если она там терабайт весит ну скорее все что-то флоп нет отвалится и придется заново этом с прошлого места идти дальше ну как бы это все сделать можно но запоминайте где мы остановились там короче откуда селекции так вот но у нас короче камень преткновения здесь вот мы аков набрали достаточно и у нас есть вот чудесная вот это вот коллекция различных значений теперь нужно из них собрать то что мы дадим пользователю а там может быть всякое и удаленные и разные значения и кто-то не ответил вообще ну в смысле сказал что у него ничего нет ну давайте напишем какой-то метод мерч ну кстати явно можно перефакторить все нельзя больше ожидать давайте перефакторе этих респонс ром ну нам нужна симметрия до то мы сейчас той же фигней заниматься будем так значит у нас есть выл и выл и мы хотим превращить в респон превратить в респонс делаем это так если вы вот здесь нормальные люди пишут как-то так потому что стоит они имеют ну и нам и имеют свойство расширяться и не хочется чтобы не учтенном случае мы ничего не делали так вот мы получили дэйта если мы проксируем то мы этой же штукой отвечаем поэтому мы здесь делаем что мы делаем возвращаем респонс построенный звали так короче вот два метода туда-сюда конвертировать умеем хорошо возвращаемся мы накопили респонсы нужное количество опросив все ноды вот мы их накопили теперь бы надо и взять и из всех них построить один респонс давайте сделаем напишем супер мега метод мерч ну вообще в нормальной архитектуре или дизайне скорее это должен быть какой-то отдельный класс мерджа потому что мы тут уже что-то строк понаписали 400 почти никуда не годится ну в принципе это просто функции из набора велосов которые возвращают другой велос ну один галю делать это можно по-разному для тех кто захочет объектовные часы за имплементе это как раз там все можно спрятать вместо time stamp а можно какой-то блок хранить который может быть реализовано все что угодно они просто одно число какой-то так давайте ну что как будем меджить то у нас есть значит отсутствие значений наверное это можно вообще выкинуть правильно но если на какой-то ноде вообще ничего не известно про значения но и неизвестно остаются презенты с разными таймстэмпами и римов с разными таймстэмпами окей давайте так value у нас будет самый свежий tombstone и самое свежее значение но это может и не быть а потом мы сравним кто из них свежее у меня может в этом множестве могут быть значение различной свежести и удаление различной свежести так самое свежее неважно что да можно наверно не увлечить да ну вообще нет то что очень зависит от того как мы там итерируемся либо на сначала сортировать по таймстэмпам которых-то может не быть а после этого разобраться кто из них последний они здесь не отсортированы ну представляете здесь мы с разных нот собрали какие-то вэллистом таймстэмп вообще могут быть в любом порядке мы можем либо просто пройтись по ним и найти ну за n и выбрать самое свежее значение самое свежее удаление либо мы берем все значения не absent сортируем их по таймстэмпу берем самое последнее зачем нам n log n когда можно за n сбил так кому непонятно ну нам да ну absent и мы вообще выбрасываем нас интересует только removed и present но те что значение существует либо оно было удалено и там и там есть time stamp сейчас да да я согласен право давайте так ну как мы сделаем с тримозом value, value state, 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 так sorted comparing long value get timestamp сортировали берем что max в принципе не надо сортировать да и get or else absent так то есть нас не интересуют absent и интересуют все остальные мы выбираем из них максимальный по timestamp и его возвращаем его возвращаем absent так ну давайте заюзаем этот merge merge values responses и вот этот value мы можем преобразовать к response уже так ну что че тут куча у них каких-то ворнингов чего ну давайте заменим чего еще то статус так вот какая-то адская реализация есть давайте тесты попробуем запустить не все проходит но кажется больше да respect file folder а тут у нас вообще что-то сломалось так и спектр f ну тут мы не ответили абсерты абсерты ну давайте смотреть с этого теста он раньше проходил а мы что-то сломали на тубик окей мы же отдельно его запускаем а у нас что-то неправильно парсится теперь на тубик ну опять подвисло так connect localhost ну кто сделать get но не смог подключиться к нашему серваку в чем может быть дело дело может быть в том что мы конечно написали наш api и он создает кучу клиентов давайте посмотрим что он с ними делает возьмем наш тестик на самом деле в сингл нод тесте у нас только одна нода это мы у нас есть ноды у нас какой-то рандомный порт ну я это кто собственно это ну да и есть а не мы клиенты не создали все нормально клиентов никаких нет нет в чем еще может быть проблема может быть почему-то этот метод не юзаем почему что у нас может быть не так есть идея где ошибка ну что делает этот тест он обсерти данные ну проверяет что они вставились проверяет что неправильные потом останавливает нашу ноду удаляет рекурсивно каталог с данными запускает ноду на другом порту и проверяет что данных нет ну давайте посмотрим где он тут валится абсерд не сработал абсерд почему не сработал абсерд абсерд у нас определяет каким репликам нужно сходить ну среди реплику только мы значит что то не так что то там не так когда мы делаем так абсерд 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 ну нет ни здесь так делаем проксит и у нас нету заголовка Что, вообще не приканукило всё? Так, что мы сломали? Ну, мы не проксируем, используем мы в данном случае дефолтный реплика-фактор, потому что у нас одна нода в кластере. Ну, идём в абсерт. У нас там есть какой-то бадди, мы не проксируем. Вот, у нас есть реплики, это наши единственные ноды. Собираем маки, идём на нашу ноду, это мы, абсертим. Собрали одинак. Так. Больше некому. Больше или равно? Да. Ну, что, created. А, мы ещё сюда попадаем. Абсертим. Так. Где-то он завис. Где-то завис. Ну, не, сюда мы дошли. Сюда нет. Так. Значит, у нас get не работает. Get у нас не работает, потому что он работает неправильно. Так. Get мы делаем по ключу. Get. Что не так с get? Смотрим с самого начала. Get, get, rfproxy. Мы не проксируем. Если proxy, то возвращаем. Если нет, мы строим наш респонс. Ну, мы добавляем то, что реально вернули из DAO. Ну, если это мы, а это мы, мы единственная нода в кластере, мы должны именно сюда зайти. Давайте попробуем. Мы, видимо, неправильно резолвуем values. Это мы. Мы добавляем values. Респонс. Это у нас есть value. Там какой-то массивчик. Есть timestamp. Данные существуют. Мы направили достаточно. Идем сюда. Что же тут не так? И что мы отсюда возвращаем? У нас есть value и эта штука present. Так, подождите. Get тут один. Get только этот. Да. Сейчас. Так. Return get. Давайте. Сюда дошли. Return from. Так. Смерджили. У нас present. Get. Вот здесь. Да. Уху-ху. Да. Но это не то. У нас вот этот код вообще не работает сейчас. Еще идеи. Так. Где этот респект? Что-то там. Да. Храним данные здесь. Сюда мы не доходим. Мы абсертим значение. Где-то им его. И не получаем. Абсерт делает? Абсерт делает. Мы можем даже сделать так. Сейчас. Мы можем пойти в этот файлик и посмотреть, что там лежит. Ну или по крайней мере что он есть. Тмп хайлот. Что там? Ну там есть какой-то файлик 36 36 63. Что это может быть? Ну это похоже на это. Так ведь? Ну и там какое-то значение этот файл размером, видимо, в килобайт. Ну да. Вот и дальше мы делаем запрос по этому же ключу. Запрос этот мы сделаем. Ну давайте еще раз. Мы идем сюда. Не проксируем. Реплики только наши. Тот же идишник. From value. From value. Идея, да? Так, ну здесь мы получаем value. Он у нас лежит в респонсах. Он один. Там вот прямо данные есть. 1024. Ну, merge это у нас функция без сайд эффектов. А вот from. Сейчас. Вот она возвращает нам ту же штуку. From. Давайте посмотрим. 200 ок возвращает. Ну, можно по потоку управления пойти. Вот у нас метод get возвращает этот результат. Дальше ничего не происходит. Какая-то фигня. Да. Ну, был. Сейчас. Кейс. Return. Ду-ду-ду. Давайте попробуем дернуть просто руками. Посмотреть, что будет. Вот мы слушаем на вот этом порту. Ну, мы дергали нашим курлом. Что нам вернут? Ммм. Там просто все висит. Ну, там не один трет. Окей. Хотя, подождите. Может, у нас в гейте... Не, ну, вроде breakpoint больше нигде не сработали. Здесь есть. А, тут есть. Подождите. Может быть, вы правы. У нас еще здесь breakpoint остались. Так. Установим только... А, тут, блин. Теперь другой порт. 38252. Угу. Угу. На дед нам не отвечают. Окей. Фишки. Скорее всего, потому что... Потому что... Пут идет через то же соединение. Так. Тут работает keepalife, видимо. Так. Значит, мы неправильно обрабатываем на самом деле пут предыдущий. Угу. 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 Так. Так. Мы делаем absert. Сделали absert. И он нам что-то вернул. А когда мы делаем get... Ну, здесь как раз Apache client uses. Он использует то же соединение. То же соединение. На самом деле сервак из того же соединения у нас не читает сейчас. Ну, вот в этом клиенте, а почем? Он тоже есть внутри пула. Он переиспользует соединение. Он него сервер не читает оттуда. Потому что он мог, например, этот трэд кинуть исключения после обработки... Пута. Так. Угу. Сейчас. Респонс, респонс. Так. Когда мы делаем put, мы делаем absert. Request body. Возвращаем. Делаем absert. Когда... В конструкторе... В конструкторе... Но ты замечаешь, не респонс, а конструктор. Такой. да для методов так мы делаем абсурд но мы бы увидели prinstack trace его там не было мы сказали created ну мы говорим что мы положили нет это абсурд мы смотрим на абсурд сейчас гипотеза что у нас абсурд завалился какой-то фигней ну завершился некорректно и это соединение она в каком-то странном состоянии и через него же делают следующий дед клиентов то есть так а в логах у нас ничего нет да с что до абсурд абсурд пут есть ошибка но хотя нет нормально то есть мы 201 там получили то есть и получили реквесты начали его исполнять так ведь сейчас 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 так все идеи но до кеда где-то мы добрались давайте посмотрим что мы делаем get мы экзекьют return response content type response это так return response get entity здесь мы видим и ждем в мой аппе не проксируем да положили chrome return так а дальше что-то все зависло да какая-то фигня ладно в следующий раз я вам расскажу в чем причина за ссоры уже начало десятого примерно направление мысли вы поняли да я могу показать вам готовую реализацию которая проходит тесты чтобы вы понимали что мы уже совсем рядом в общем все примерно так же но правда здесь мы использовали апачевый клиент ну вот вот этого хочется достичь да ну клиента пачёвы работает примерно так же все мы считаем аки общаемся общаемся с соседними репликами собираем ответы ну в наших гетах мы ну так же собираем ответы и блин где мы ну и мерчим так же их в общем примерно та же логика может написать рабочую реализацию а с его не у клиента мы посмотрю что там я думаю где-то провисли соединение просто ну следующего занятия у нас не будет встретимся мы через две недели и это будет я думаю еще один практически ну скорее всего практический семинар про вот этот этап потому что у вас будут вопросы точно делаем все и все все